всем привет сегодня мы будем делать фары для автомобиля в общем здесь особо ничего сложного нет единственное да вот из-за того что я взял из интернета одну бесплатную модельку в ней практически ничего не было пришлось мне вот самому многое делать данном случае это скелет и во вторых уже случаях так скажем это я дополнил получается материалы то есть я для каждой части элементов выделял да вот эти полигончики чтобы допустим у меня получилось фара да то есть я вот это материал именно выбрал для фары вот этот этот в общем и каждый применил соответственно я создал для каждого элемента свой материал это у меня допустим фары левый поворотник правый поворотник материал это уже стоп сигналов и материал габарит но также есть еще материал заднего хода то есть под каждую фару я по сути сделал свой материальчик и далее это снова экспортировал manreal для того чтобы все у меня здесь происходило да ну для начала я пока создала два материала это у меня именно фары и левого поворотника смотрите структура вся та же самая как в основном материале то есть здесь у меня просто накидывается основной материал да все параметры даже с эмиссивом но который в данном случае здесь не будет работать потому что здесь никаких элементов увеличения эмиссива нету это естественно так и необходимо так если мы зайдем в материал получается допустим фары все то же самое все материалы потому что у меня нету исходников да я просто взял все те же самые материал текстуры но единственное что наколепал сам уже вырезал те части это он вот как раз таким текстура эмиссива просто вырезал те части где у нас находятся все поворотники фонари стоп сигналы и так далее все одном в одном материале у меня находится текстуре загоняюсь так и смотрите чтобы у нас эмиссив работал данных на фаре так как это у нас материал отдельный хоть и текстура одна и та же везде будет использоваться материал разный но и соответственно будет загораться та часть которая относится к этому материалу в данном случае это у нас фары и мы с помощью мультиплая и параметра то есть как параметры назначаются вы можете допустим нажать на цифру единицу и у вас появится вот такая штука да отключаете ее сюда но здесь на сделайте конверту параметр это у нас будет как раз таки параметр либо нажать буковку с и написать уже наименование параметра он сразу автоматом выставляет параметр так все с материалом мы разобрались в данном случае на этом можно закончить и теперь заходим в сам автомобиль где у нас вся логика находится давайте выставим включение фар на буковку b какую-нибудь это у нас где-то в начале буквы б на клавиатуре чтобы включать и выключать мы будем использовать ноду flip flop то есть одно нажатие он будет выполнять либо по а либо по б и каждый раз переключается мы чтобы включить наш необходимый материал а точнее сказать даже параметр потому что кстати параметра должен быть разный вот сейчас я его копирую то есть на каждой фаре или поворотники да у вас параметр должен быть уникальным именем иначе вы будете одновременно все включать или еще что-то какие-то нюансы здесь мы вытягиваем мышь наш да это наш автомобиль и отсюда пишем set сковор параметр варью он материал это вот как раз таки наш параметр вставляем наименование да это у меня было вать то есть мы его будем увеличивать при включении до определенного значения если мы дубликат сделаем до этого так как мы уже настроили наименование он у нас будет выключаться при параметре 0 если мы включение сделаем параметр допустим я сделаю 5 ну или в районе 7 мне это достаточно будет вы смотрите сами как вам будет хорошо или нет вот все это мы включаем фары и давайте запустим вот я нажал букву б выключил тоже нажатием буквы б то есть вот так но кроме этого нам необходимы фары да то есть сами светящиеся элементы это у нас мы на мэш добавим spot light вытягиваем его вперед вытягиваем его вперед настраиваем необходимые углы у ваших фар но я представляю что вот так они будут где-то светиться вот с таким радиусом и углом выставляем позицию где она должна стоять чем ближе тем лучше подлетаем посмотрим да то есть вот примерно где-то здесь центр чуть-чуть ближе к фаре чуть-чуть ниже здесь можно настроить source-radius это у нас начальный радиус то есть если мы близко подъедем к какой-то части мы прям увидим этот начальный радиус вот и даже по нему можно определить насколько но необходимо по размеру да ну и где она стоит и вот по сути представим что мы настроили это все ну ладно я еще могу опустить чуть-чуть чтобы светил больше на землю если вам это необходимо делаем дубликат то есть у нас появился первый и мы его сдвигаем ко второй фаре и все одновременно далее здесь мы можем как интенсивность допустим да выставить какую-то необходимую пусть это будет 7000 у второй тоже так же 7000 и мы изначально сразу выключим эти фары потому что они будут светить чтобы их выключить нам нужно их выделить и и здесь у нас есть так если поодиночке ну давайте выключим интенсивность в 0 так будет проще чтобы они прям реально не светили вообще то есть с самого начала они будут интенсивностью 0 можем конечно выставить visible галочку или так далее нет мы будем баловаться с интенсивностью если необходимо уже там там и теперь далее после применения скейлер параметр мы должны spotlight и spotlight и первый да выставить set intensivity то есть то есть ту необходимую интенсивность чтобы они светили так здесь мы просто копируем также выставляем эти два значения интенсивность 0 на выключенном состоянии и на включенном 7000 когда мы запускаем да у нас ничего не горит и здесь мы включили дабы вот у нас фонари светят но интенсивность слишком мало так что мы ее увеличим давайте до 17000 наверное думаю вполне достаточно нажимаю b нет не недостаточно окей будет 100000 но вполне хорошо единственное надо будет немножко поредактировать радиусы иначе они слишком короткие скорее всего для этого автомобиля из-за того что я их опустил вниз давайте радиус я выставлю допустим две с половиной тысячи что для первого что для второго включаем ну да слишком опущены вниз так что выставляем угол 0 как он и был запустим запустим и посмотрим нажимаем буквы b здесь у нас необходимая длина здесь туман из-за этого фары прям видно как светит то есть мы практически все что необходимо сделали смотрите начальный радиус мы как раз таки здесь можем посмотреть если прям подъедем близко к этому то есть видите да если вы его не выставляли то соответственно он у вас будет практически точечкой но вот даже радиус можно и побольше делать потому что он немножко некорректно работает как-то он отдалился а на этом все в общем пишите в комментариях что у вас если не получилось давайте посмотрим обсудим если что в описании дискорд канал пишите всем пока